16-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла 17 декабря. В очередной раз как российские, так и зарубежные журналисты задали свои наболевшие вопросы лидеру страны. Камчатке слова не дали, но, несмотря на это, в разговоре наш полуостров занял не последнее место. Так, в течение следующих трех лет регион будет ежегодно получать 880 миллионов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом заявил губернатор Края Владимир Солодов, комментируя итоги пресс-конференции президента России. По-простому говоря, это те учреждения, в которые первые попадают гражданин. Поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, районные больницы. Здесь будет построено 41 новое здание по всей территории Края. Хочу подчеркнуть, что акцент ставится именно на сельской местности, на удаленных населенных пунктах наших районов. Кроме того, значительные средства направлены на модернизацию и приобретение нового оборудования. И уже стоят в плане закупок автомобили, которые позволят дооснастить станции скорой помощи и наши медицинские учреждения в самых отдаленных наших населенных пунктах современными автомобилями. Хочу подчеркнуть, что при закупке автомобилей мы будем учитывать пожелания наших жителей, медиков и приобретать автомобили повышенной проходимости. Одной из тем, которые волнуют жителей страны и Камчатки в частности, стало повышение цен на социально значимые товары. В рамках пресс-конференции президент рассказал о мерах, предпринимаемых для недопущения роста цен на продукты в стране. В свою очередь губернатор Края подчеркнул их важность. Уже заключено соглашение между Минпромторгом России и сетями об установлении конкретных предельных значений розничных цен, по крайней мере на те продукты питания, по которым цена особенно резко возросла. Это сахар и растительное масло. Например, по сахару цена зафиксирована на уровне 46 рублей. Камчатский край поддерживает эту инициативу и мы, конечно, ощутим на себе, поскольку снижение цены в центральных регионах России скажется и на снижение у нас в крае. Сейчас занимаемся над тем, чтобы конкретные меры, которые позволят уже в ближайшее время понизить розничную цену и сделать ощутимым для жителей этот сдвиг, были предприняты. Стоит отметить, что, конечно, мы не сможем обеспечить ровно такую же цену, как в центральной части России в силу объективных транспортных расходов. Мы сейчас просчитываем конкретную надбавку по сахару, рассчитываем выйти на ценовой уровень не более 64 рублей в центральной агломерации Петропавловска-Камчатска в наших основных сетях. Загрязнение Тихого океана, которое произошло осенью этого года у берегов Камчатки, показало, что в стране недостаточно развит экологический мониторинг. Владимир Путин заявил, что специальную систему контроля экоситуации создадут в регионах. Владимир Солдов отметил, что на полуострове эта работа уже ведется. Экология и защита окружающей среды затрагивалась в ходе сегодняшней пресс-конференции несколько раз. Наверняка жители из Камчатки обратили внимание на нашего журналиста, который сидел с табличкой «Камчатка экология». К сожалению, времени не хватило задать вопрос, но во многом он был предвосхищен ответами президента на другие вопросы, которые прозвучали. В частности, это было создание системы экологического мониторинга применительно к магнитогорску и промышленным предприятиям, но принципы работы сопоставим с той системой, которая уже разворачивается у нас на Камчатке. Прямо в эти дни мы уже направили наше предложение и рассчитываем получить в том числе помощь от наших крупных предприятий, которые сейчас начинают работу на Камчатке. Речь идет о компании «Новотек». Мы сейчас прорабатываем соглашение, в рамках которого будет оснащена лаборатория и приобретены необходимые устройства для измерения параметров окружающей среды, которые будут воедино сводиться. Хочу подчеркнуть, что работа эта будет проводиться вместе с Росприроднадзором и Минприрода Российской Федерации. Говоря о дипломатических отношениях с Исландией, президент отметил необходимость развития современной зеленой энергетики. По словам Владимира Путина, России интересен опыт этой страны в части реализации проектов по гидроэнергетике, причем на Камчатке соответствующие исследования уже ведутся. В свою очередь Владимир Солодов сообщил, что целый ряд геотермальных станций полуострова будут расширены и модернизированы. И то, что у нас на Камчатке геотермальная энергетика является перспективным направлением, было отмечено президентом. И действительно, это полностью соответствует нашим приоритетам в энергетической стратегии, которую мы сейчас разрабатываем. Целый ряд геотермальных станций, которые с советского времени работают на Камчатке, будут расширены и модернизированы. Нам нужно переходить к более эффективной выработке электроэнергии на базе нашего природного, естественного, неисчерпаемого и экологически чистого богатства геотермальной воды, которая может, и такой пример дает нам Исландия, обеспечивать значительную часть наших потребностей в электроэнергетике и тепле. Добавим, что в этом году из-за пандемии коронавируса пресс-конференция прошла в новом онлайн-формате. Так, представители иностранных российских федеральных СМИ собрались в Центре международной торговли в Москве. Региональные корреспонденты работали на площадках в федеральных округах.